Анатолий Георгиевич Пономарёв Анатолий Георгиевич, Аркадий Афанасьевич, я знаю, что вы побывали в Мурманске, где прошёл 22-й слёт Городов-Героев. О нём подробнее. Уважаемые севастопольцы, руководители Города-Героя Мурманска пригласили делегацию из нашего города для празднования 71-го годовщины Великой Победы и для участия в 22-м слёте Городов-Героев. По решению нашего правительства города была сформирована делегация 3 человека. Я, Аркадий Афанасьевич, председатель ветеранской организации Нахимовского района, и Перминов Александр Павлович, председатель ветеранской организации «Афганцев. Боевое братство». «Прилетаю в Мурманск, подлетаю, сопки в снегу, озёра скованы льдом, но солнце светит, лес чёрный». Принимали очень тепло, постоянно проявляли заботу о нашей делегации, не только о нашей делегации, а из других городов-героев. Приехала на 22-й слёт делегация из 9 городов, 8 городов-героев, и 9-й – это Новоуфимск, это город-трудовой лавы. Делегация с Одессы и Киева не приехала по известной причине. Делегация с Волгограда, Сталинграда не приехала неизвестно по какой причине. Делегация из города Москвы тоже не приехала, но там связано с недопониманиями в организационных вопросах и кто как считает нужно выполнять уставные требования этой общественной организации. Что нас приятно поразило? Каждая делегация привезла или видеоряд, или маленький кинофильм, и обязательно делились щедро своим опытом работы. Ну, например, очень такой содержательный доклад был делегацией с Минска. Мне что поразило, что белорусы действительно по-настоящему занимаются и защитой исторической правды, и военно-патрицией воспитанием подрастающего поколения молодёжи. Ну, например, они проводят такое «Аты-баты, я иду в солдаты». Вот. И каждую весну, значит, они проводят акцию «Весна 45-го года» и «Многоточие». То есть во время этой акции в субботу и воскресенье вся молодёжь выходит на уборку города и наводит порядок в преддверии великих праздников, я имею в виду и 1 мая, и День Победы. Нам очень приятно было слышать, как проводится в городе Новороссийске акция «Бескозырка» на территории Малой Земли. Эта акция вызывает особый интерес не только у тех, кто участвовал или кто помнит те события, но в первую очередь там неравнодушна молодёжь. Она воспринимает это всё искренне и старается идти в ногу с жизнью и подражать старшему поколению. Делегации из Ленинграда, поделились они опытом, как они реализовывают взаимодействие с руководителями муниципальных районов, руководителями муниципальных образований, с директорами школ и учебных заведений. Это нам тоже очень надо для конкретной работы в нашем городе, да и другим делегациям. Хотелось бы несколько слов сказать о делегации со Смоленска. Значит, там и в этой делегации, в этом городе адмиралов боготворят, а офицеры военно-морского флота готовы носить на руках. Так там уже уважают военных моряков. После широкого обсуждения проводили это мероприятие председатель, он заместитель председателя законодательного собрания города, Белошиев Михаил Викторович. А это здесь, наверное, в портрете его предшественник. Он сдал должность, а этого переизбрали. Значит, особое внимание уделялось решению обратить на воспитание дружбы и взаимодействия, и взаимопонимание между городами-героями, между дружбой между народами, постараться, чтобы каждая делегация, каждый комитет по-особому отнесся и пропагандировал бы успехи и то, что было сделано тем или иным городом-героем для своего отечества, для России в целом. Значит, и особое внимание также уделалось в этом борьбе с фальсификаторами и тех, кто передергивает факты и манипулирует цифрами, пытаясь уменьшить значимость великой победы. После стала доброй традицией на этих слетах обмениваться призами, книгами, адресами, буклетами. Вот, это все было выполнено. Значит, и нас еще что поразило приятно, все четыре дня вместе с нами были и мэр города Леонид Борисович Веллер и Сысоев, глава администрации. Дружно, весело, шуткой-прибауткой, с комментариями искренне выслушивали каждого выступающего или тех, кто подходил из делегатов к этим руководителям. Они давали ответ исчерпывающий, объясняли. И это, конечно, вызывало в нас восхищение, особенно в нашей делегации, потому что такая дружба между двумя руководителями, она способствует тому, что все планы, планы города, что планируют мурманчане, они выполняются. В преддверии Дня Победы, значит, руководители организовали нам интересные поездки. Мы с делегацией приехали с цветами в Долину Славы. Когда я служил на Северном флоте, она называлась Долина Смерти. А сейчас там сделали такой монументальный комплекс, такие памятники, такие стелы, такие тумбы красивые, где увеличена память защитников, защитников города Героя Мурманска. Почему? Потому что именно в этой долине фашистские войска были остановлены. Это на удалении 20 километров до границы. И дальше ни один фашистский сапог дальше не мог вступить. То есть они не дошли до залива мурманского. И здесь много людей погибло. И эта память увековечена. И что нас поразило, выехала, вы представляете, ну, здесь и не половина, то одна четвертая, одна третья точно мурманчан на это торжество в этой Долине Славы. Каждый район, каждая служба областного уровня и отдельно наши делегаты были приглашены в специально натянутые палатки по нашей замечательной русской традиции помянуть погибших. Вот. Это большая резервская работа, большие, конечно, затраты, но она дает в огромнейший эффект. Мы с Аркадием Фанасьевичем возложили и с Александром Павловичем цветы, вот, поклонились, отдали честь. Вот. Значит, на этом митинге здесь никому дали слово представителю Бреста. Бреста. А хотелось бы, чтобы Брест не город, а крепость, потому что эта крепость сопротивлялась 30 суток. 30 суток. Смоленск 60, Одесса 73 суток, Севастополь 250, Сталинград 200, Ленинград 900 суток. Значит, но я говорил, еще раз хочу подчеркнуть, чтобы наши севастопольцы знали, а Великая Польша 16 дней, которые там пытаются сейчас снести памятники нашим воинам, которые защитили и освободили эту Польшу от фашистского ига. Анатолий Георгиевич, у нас остается буквально 4 минуты. Давайте, наверное, поговорим уже о празднике, о 9 мая. Значит, мы участвовали на параде, ну, как зрители нас посадили. Значит, особенно поразило, что после парада огромнейшая вереница мурманчан, Аркадий Фанасьевич, скажи, на 4 километра поднималась к памятнику Алёше. Они поставили там памятник 36 метров высотой на горе и весь Мурманск у подножия этого памятника. 4 километра ветераны шли к этому памятнику на митинг. Аркадий Фанасьевич, наверное, продолжит, да? Наши газеты сообщают о том, что Севастополь должен стать плагманом нашего патриотизма в России. И мы думали, что это так. База огромная, музеев полно, у нас героический город, когда мы посетили город Мурманск герой, мы увидели, что нам многому надо учиться и у них. Смотрите, только сошел снег, город ухоженный, все памятные места прибраны, приведены в порядочек. Каждый солдат, там каждая могилка вся прибрана. Я хочу сказать, как молодежь, все мероприятия, которые проводят ветераны, все участвует молодежь кругом. И такая атмосфера доброжелательная, хорошая. То есть, мы знаем, что это заполярный круг все же. И там, там эта работа проводится. Нам есть, о чем еще с нами у нас в Севастополе работать. И мы взяли на вооружение многое и приехали с этим. В Севастополе выступили мы на трех митингах перед двумя большими коллективами, а также дали десятки интервью по телевидению. И еще очень важно, единогласно голосовали все делегаты обратиться с просьбой к нашему губернатору и в законодательное собрание 23-й слет городов-героев провести в городе Севастополе в следующем году. Поэтому будем докладывать Сергею Ивановичу итоги нашей поездки и в том числе и об этом решении. Единодушном решении с большущей просьбой мы готовы поклониться, только дайте возможность приобщиться, увидеть своими глазами и почувствовать то, что у нас есть в Севастополе и почувствовать тот патриотический дух, которым пронизаны души, сознания и сердца всех наших севастопольцев. Ну, будем ждать тогда решение губернатора, приедут ли к нам представители других городов-героев. Спасибо большое, что пришли в студию и всего вам доброго. Вам спасибо. На этом время наша передача подошла к концу. Напомню, у нас в гостях был председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов-пенсионеров войны труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Анатолий Георгиевич Пономарев и председатель ветеранской организации Нахимовского района Аркадий Афанасьевич Жадько. Эфир информационного Редактор субтитров А.Семкин